Сердце любовью Твоей, ибо нет иного Бога, кроме Тебя, столь любящего создание Своё. Ты не желаешь смерти грешника, но чтобы все пришли в единство мыслей по слову Твоему. Благослови наши братья и сестер на Украине, этот конвой с гуманитарной помощью, сохрани от повреждения. Коснись сердца людей, правителей этих стран, Владимира, Дмитрия, Петра. Только Ты знаешь, почему случаются войны, грабежи и пленения, чтобы пробудить человека, чтобы он искал защиты в Тебе. Мужчина сцени драгоценное время, отпущенное нам, ибо мы поищем один час, и его не будет. Как много этого времени Ты даровал человеку. Хвала Тебе, слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я чего Вас пригласил? Потому что ненормально у Вас. А что ненормально? Это все, что не по слову Божию и по-человечески. Человеческое, кажется, слово, о, человеколюбие, человечность. А Господь это человеческое назвал сатанинским, приравнял. Отойди от меня, Сатана, ибо Ты думаешь о том, что человеческое. Слышала такое? Не сказал, отойди, Сатана, потому что ты думаешь, как обмануть, как обобрать людей. Нет, просто человеческое. Он пожарил Христа, больше ничего не сказал. Да не будет с тобой этого, Господи. И получил вместо Верховного Апостола прозвище Сатана. А потом горько пришлось плакать. Вот и приехала сюда. Приехала, и вопросов никаких нет. Это уже первый шаг был неправильный. Подъезжали сюда, поехали, когда не уведомили. А то вот начинается отсюда уже. Можно было, я не знаю, кому-то звонили, нет. Что приготовили, все-таки группа людей. Ты, папа, мама твои, еще один человек. Это получается четверо. Что-то надо было приготовить. У нас всегда так принято, чтобы друзья были приняты по уровню. А мы в это время в церкви были. А вы не знали, что мы в церкви. Среди недели у нас в среду всегда благодарственный молебен здесь. Ведь неплохо это? Неплохо. И даже не подошли к кресту, к иконам. Почему? Потому что все безрукавые вас разжарило. Я просто, ну не буду никуда ссылаться. Я перед вами живу. У меня ни одной безрукавой рубашки нет. Я Валерий сказал твоему отцу. А почему нету? Во-первых, я узнал, что она меня будет стеснять. Где нужно за стол, нужно бегать, что-то надеть. Я все до одной рубашки истребил. Куда? А раздал неверующим, там где новые были. У нас не положено свитер носить сверху рубашки. Только под низ, чтобы рубашка была на выпуск. А у меня свитера подаренные. Там прекрасные, пуховые. Я забрал их все, пошел в дом инвалидов и отдал. И больше у меня замечаний ни одного нет. Вы сами искусственно тонете в этом мирском. Знаете, нельзя. Однако высокие каблуки какие-то, рост кто-то не прибавляет. Разрезы какие-то. Она вот широкая. Вот там узкая начинает. Толстый человек говорит, у меня широкая кость. Я говорю, широкий рот, а не кость. Знаете, кости ты чужого сала сколько понавесил? Убери. Вот и приехала сюда. Ты знаешь, где остановиться? Кто? Моя жена Надежда Васильевна. Ты могла подойти ко мне и сказать. Я думаю, у нее остановиться как? Потому что у нас написано не только сделок никаких не делать у замужних без ведома мужа. Ну и вообще, я не против ничего. Я просто говорю, субординация нарушена. Какой надо было порядок устроить? Ну ладно, приехали, ладно, там не могли в храм войти, постояли. Папа с мамой довольны, уехали, все. Какой-то новый человек появился. Гриша, юноша. Я немножко так слышал, что ты с ним познакомилась в университете. И не просто познакомилась, а какие-то планы, виды, как говорится, на него есть. Вот. Тем более, ты принимала здесь крещение. В моем домике ты тут на гаранде занималась подготовкой к крещению все время. Сидела, занималась, сохранили даже снимки. Валентина была здесь, Хапилина, с Казахстана. Вот, Валентин, готовился. Ты в это время, Владя, с ними же готовился. Не в этом крещении. Да, да, да. Ты на солнце не заходи, а то не будет видно. А я против. И ты могла вспомнить, прийти, это место зайти. А даже никакой нужды нет. Я вот где обратился, мое сердце туда рвалось. Почему? Потому что это было настоящее обращение. Переход от смерти в жизнь. Латвия, город Венспас, Портовый, Карла Розенберга, 18-4. И какие были препятствия? Я понимаю, что Господь говорит, мои пути не ваши пути. У меня были большие препятствия. Сломалась машина. Свердцевина машины, мотор. Нас везут на четырех эвакуаторах. Это удовольствие обошлось больше в 100 тысяч рублей. Но мы доехали. И теперь мы, когда едем с Калининграда через Клайпеду, в Латвию я рвусь в Венспас. В моем воображении, как я сейчас зайду в этот дом. Михаила, Анна Еремеева уже умерли. Их нету. Но я вас дам благодарность этому месту. Склонюсь на той половице. Повернусь, как первый раз я повернулся. Этот стол. Вот люди, которые живут. Я им дам книги, награжу их. Ну, в библиотеку там книги дам полный комплект. То есть я все распланировал, но воля Божьей мне неизвестно. Мы начинаем искать улицы. Нет. Почему? Карла Розенберга, значит, она была во имя революционера названа. Ну, Латвия-то сегодня буржуазная. Ясное дело, что имена переименованы. Я об этом даже не подумал. Никто не знает улицы. Но это не худо, не бедно прошло. 50 лет. 50-то лет уже. Какое поколение? Молодые спрашивают. Они не знают даже. Наконец, нашелся человек. Он по компьютеру. Давай искать. Нет такой улицы. Еще обращаемся. Женщина прогуливается с собачкой. Мы к ней подошли. Она местная, видно. Не знаю, но я слышала. И теперь мы вокруг по кварталу обходим. Выходим, и она идет с собачкой. То есть мы опять на нее натолкнулись. Она увидела нас и машет, а сама к нам быстро идет. Я нашла, узнала. Это вот улица Карла, по которой вот рядом прямо. Она была Карла Розенберга. Они ее просто Карла сказали. А Карлов-то много у них там. Это все-таки католики. Ну, теперь пошли искать. В 16-й дом нашли. В 18-го нет. Стоит какая-то клиника стоматологическая. Ну, куда? В 16-й дом. Давай расспрашивать. Женщина говорит, я не знаю. Вот здесь бабушка престарелая, латышка живет. Давай стучаться. Она не отвечает? Ну, старые люди. Правильно она делает. Я говорю, вы заговорите с ней, что приехали люди. Она три раза стучала. Наконец-то она дверь открыла. Стали говорить. По-русски так говорит. Она говорит, да, я знаю. Миша умер раньше. А Аня потом уехала к своим родственникам. У них детей не было. И вот. Ну, она на этом месте вот построили. Так нету, нету. Понимаете, вот сколько лет, я 50 лет ждал возврата на это место. Воздать Богу благодарность. Благодарность, что здесь в 1962 году, 27 сентября в 17.00 я склонился впервые с Евангелием. Я узнал, есть такая книга Библия святая. Для меня это место рождения. Как некоторые здесь вот приезжают в этом озере у вас. Я принимал крещение. Я склонюсь здесь. Поблагодарю Бога. Никак. А позвонили в это место, она рассказала женщина. Она не под каким видом даже. Ну, наша машина еще пока там надо было найти. Они ушли, ребята за ней. А я стоял, молился и плакал. Они пришли, все засняли. Открылась женщина. Я не знаю ничего там, что-то по-латышски. То есть закрывать дверь. Мы не даем закрыть дверь. А дверь была открытая. Она уборщица, видать, была. Как она взыграла? Она начала там, я полицию вызвала. О, полицию. Нам полиция и нужна. Вызывайте ее. Она тут же вызвала, полиция приехала. Все это заснято, показали. Книги держим, держим в руках. И был человек один, подошел друг, молодой, и говорит, а я здесь работаю. Я могу передать. Я говорю, директору передайте это. Раз людей нету. Понимаешь, нет. Почему у вас этого нету? Вот это чувство. Не мертвому поклонительству, не живому. А туда, где, ну, может быть, и не польза даже. А почему не польза, я дальше скажу. Ты останавливаешься рядом тут, 30 метров от меня, 50 метров, соседний домик. Тут моя хозяйка. И ты в ней останавливаешься. Ты была в лагере, знаешь, распорядок. Встаем в 4.40. Дальше ложиться в любое время можно. Утренняя, вечерняя молитва. Ничего этого нет. С этим юношей не познакомилась, с Григорием. Ну, как не познакомилась, может, остаться. Ну, что он стоял-то? Я не буду его допрашивать-то. У него есть такие-то вопросы. Вот этот юноша, хотя бы представила там. Ни одного слова нету. То есть, это все закулисно делается. Как будто была, и будто не была. Ты-то мне не безразличная. Ты знаешь, я тебе какое стихотворение посвятил. Как оно на музыку положено Виктором Николаевичем. Это же не каждый удостоился этой чести. Ну, ты все хорошо знаешь. И, то есть, не нуждаешься. А она тебе может это дать? Не может. Она не имеет этого. Она не имеет, и потому ей дать не может. Так она же верующая. Верующая, она хорошая, но в этом вопросе она не может помочь. Она тебя вложит спать у ней, как у бабки, несостоявшейся. Она дольше, спи дольше, ешь больше. Она тебя обиходит здесь. И вот сейчас вот приходим, а ты все еще в постели. А время уже 8 часов должно быть. Вот, мы всем завтракаем. Мы на час раньше перевели стрелки, чтобы успеть больше сделать. Уже не один день мы встаем. Не встаем то же самое, а завтракаем на час пораньше. И вот сегодня я пришел, застаю тебя в постели. И она выходит сонная. Сказал прийти? Нету. Второй раз пошел. Я говорю, гора не идет к Магомету. Сам Магомет пойдет к горе. Пришел. Ну, а вот мы молились и все другое. Если тебя ждут уже не до молитвы. Сначала ты это вопрос сделал. Тем более утром общая молитва была. А мы молимся в разных комнатах. Это вообще ничьи слова. Ничьи. Я их не слышал. Господь сказал двое или трое. У нас даже самый маленький младенец должен быть на ногах. А днем может где-то отдохнуть. Но не сразу лезь. Утро как раз самый организм встает. Солнце. И как много для здоровья это дает. Для здоровья. Вот. Ничего этого нет. Я уж не допрашиваю от чего. Я знаю от чего. Дух. Мама победил твой дух. Вначале ты его взревновала. Вставала вовремя. Там пост. Мама все это сгладила. И мама этот юноша. Ей он как раз по ее духу. Он никакой. Приближенный. Никакой. Не знаю я приближенный или нет. Новообращенный. Так ли это? Новообращенный. Это который недавно покаялся. Недавно обратился. Недавно принял крещение. Это новообращенный называется. А который ни рыба, ни мясо он никакой. Спрашивается. А зачем тогда? Я слово говорю одно. Ладоб. Ты не слышала такое слово? Переведи назад его слабую букву поставь. Что получится? Больше для него ничего нет. Задпитки просчитай. Ладоб. И все понятно. Хорошая, красивая, смиренная девушка. Ну на улице говорится таких не встретишь. И вид твой. И все говорит. Но это, это все мир. Мир это ценит. Для мусульман ты обыкновенно здесь. Ну просто выходишь из этих рамок. Необыкновенностью, поведением своим. И не дикое. Вот. А у мусульман это обычные такие девушки. Они есть скромницы. Значит. Мое предложение. Тебе не полезно здесь у ней быть. Переходи к нам в лагерь. Здесь у ней была Акелина нынче. Путаницу создали. Не знали еще делать. Твоя крестница, к слову сказать. А потом тут проявляли. Пришлось Игоря выдворить с ней. А я не подписывал документ. Не подписывал. Выйди из лагеря. Лагерь закрытый. Все. До свидания. Да я хотел. Не надо хотел. Тут команду и я. Я говорю буду заказывать музыку, а ты плясать будешь. Не нравится? Я тебя уговаривать не буду. А как сделать? Так. Возьми ее сейчас на 2 километра от деревни. Уезжай. А потом приезжай. Двери закрыты. И теперь будем разговаривать через ворота. Согласен нет. Вынес документы. Все подписал. Согласен, что наказывает то другое. Дело в том, что в лагере у нас находится его теща Фатеева Любовь Николаевна. Она нам готовит сейчас. У нас хорошее отношение. Ты никогда не подумаешь. Что-то она молчаливая такая. Она сейчас такая разговорчивая. Ее удержу нету. Она здесь наговорила столько. За последние 40 лет, наверное, не наговорила. Она же в милиции работала. Она как на все пуговки застегнутая. Я уже говорил, как она разговаривает. Если она мне звонит, это не просто звонок. Звонит Фатеева Любовь Николаевна. Я мгновенно перехватываю. Слушает Лапкин Игнатий Тихонович. Вот такой у нас разговор. А здесь она все поставит и воркует, и воркует. Значит, она другая может быть. А то остальное у нее там пришло, она тянет. Ну, я ребятам говорю, я не пойму тебя, что ты-то на полусогнутых прям ходишь-то тут. Как говорится, на цырлах. А она еще больше смеется. Она такая улыбчивая. Я здесь буду, пока меня не прогонит. Она не знает, как сготовить. Неправильно картошку сготовила. Показали. Сейчас она делает. Она подсушенная, не мокрая. Рыбу сделала не так. Тоже. Всему на ходу учатся-то. Тебе было бы полезнее там быть. И Надежду Васильевну даже взять туда. А днем ты придешь сюда. Мое предложение. Перейти сейчас же туда. Чего тебе? Какие там узлы-то? Сами перетянете. Или дам брата. Вот брат Володя, брат Сергей работает. Мы. Они там двое ночуют. Больше там никого нету. И Любовь Николаевна с ней. Там у нас матрас, подушки. Все есть. Ты встаешь вовремя. Если заболеешь, полечим. Днем дадим тебе отдыхать минут 20. Не больше. Вечно ложиться в любое время. Встали все вместе. Ты почувствуешь другой накал. Вот она здесь капризничала. Яша у ней тут была. Она его расхолодила. Он такой. В лагере стал слушаться. Акелина точно так же. Мумная девчонка такая. Только ест, а одним глазом на меня смотрит. Как я вижу ее или нет. Все прекратилось. И замечаний даже не было. Так. Надежда Васильевна, твое слово. Ну, вам, допустим, неизвестно то, что мы дома делаем. Вы делаете здесь, а мы домашнюю работу делаем. Я в постели застал. Повторяю. Дальше мы поработали. Грибы мыли. Все сделали. Она минут 15 полежала. Я продолжала делать здесь все. Ну, что-то, конечно, мы благодарны вам вашей заботе и все у нас. Но то, что мы внутри делаем, вы же не видите. Потом вышли на огород поработали. И вчера так же дома все сделали. Вышли на огород, работали. Поскольку я говорю, что мы пришли раздеты под одеялом. Это не отдых, это сон. Отдых это села, откинулась головой и посидела. Я после молитвы никогда не ложусь под одеяло раздеты. Ты что? Мы на молитву. Они ушли, а мы встали на молитву. Я зашел, она в постели. Я зашел, она в постели. Так, ну, где-то ты захватил минут 15, может быть, она так здесь что? Ну, не надо, все. В общем, так, не надо нам. Я минуты считать не буду. В данном случае так. Кто бы ни попадал... Ну, все равно читали, молились, занимались. Прекрасно. Все это остается за ней. Это никуда не денется. Здесь считают и молятся. Все остальное. Значит, мое предложение. Перейти в лагерь. А дальше ты целый день находишься здесь. Вечером обедаешь, завтракаешь, ужинаешь у нас. У нас хорошо она готовит, у нас все есть. Так, твои мысли? Ну, я бы хотела у Надежды Васильевны остаться. Я бы хотела у Надежды Васильевны остаться. Ну, да. Но тебе не полезно, я кажется, ясно выразил, что тебе не полезно у нее быть. И распорядок этот не будет менять. Она его не изменит. А этим она думает угодить тебе. Она тебя любит, потому что... Лечь поспать, попросилась я, у меня голова болела. Ну, голова болела, не ложится. Если голова болела, нельзя ложиться, то наоборот. У меня голова прошла. Все, голова, если болит, вообще нельзя ложиться. У меня одно время голова... Я сутками дежурю, и прийду домой, прилягу. Голова начала болеть, вообще голова не болит. Я не стал ложиться. Сяду на кровать, ноги подогну, как мусульманин, все-таки, и голова сразу перестала болеть. Ложиться днем нельзя. Это не полезно. Ложиться в горизонтальное положение Пусть она назовет, когда меня видела Последний раз, что я лежал Ну, может быть, только в больнице видела За 50 лет она меня ни разу не видела Весь сказ Значит, я тебе предлагаю Ты не хочешь Вывод такой, перейти полностью на этот график Потом ты поймешь, что тебе Полезно было быть здесь Полезно, потому что в курсе Везде дел у нас, за столом Везде научения, ничего этого у тебя здесь Не будет, не будет И раз ты у ней желаешь жить Ну, это говорит О твоем состоянии Слово Божие мы слушаем Я включаю все время проповеди Псалтырь включаю Мы идим, у нас псалтырь там или проповедь говорит У нас все время Мы все время Словом Божьим занимаемся Так, ну, понятно, что распорядок другой Я говорю о распорядке Ну, распорядок, 4.40 я встаю Не стоишь, сколько раз тебя заставало Стучу, кое-кое-как достучу и сводит Никаких кое-как Вот у тебя как-то так получается Пока я тапочки надела Пока я там, допустим, что-то сделала, повернулась Пока я дошла до двери Ты сонная выходишь, не спорь Ты говоришь, я не встала, я проспала А зачем это говорить? Это не раз, не два Ну, света нету И выхожу, света нет А света нет, я сто поконов Или молитвы наизусть Я знаю, я без света читаю Да, говорит, я во сколько встала? Да не знаю, я что-то недомогала сегодня Ну, неоднократно было Ну, это было один раз Ну, не знаю Почему ты возлюбила больше неправду, чем правду? Это не один Это не один, и не два, и не десять Зачем говорить-то об этом? Вы уже вошли в другой график Я вас и не побуждаю Вставайте в десять, проще Обманывать не надо Значит Я все время втрою Я даже раньше времени стою Одно то, что так волнуешься И говорит о том, что ты не права Если ты права, тебе волноваться не надо Если на тебя оклеветали Сказали неправду Получишь награду Златоуст говорит А вас сразу как будто кто-то Жигалом ткнет в одно место Вы уже привыкли Так, спокойно За каждое слово отвечать приходится Успокойтесь Это лукавые делают, не от Бога Жена доучится в молчании И учить жене не позволяй Не властвовать над мужем Что еще надо-то? Только слушать Тебе не дано учить А при чем тут я, если Ева Ты Евина дочь Об этом и смотри Мы готовимся к теме Воскресенье будет занятие Начинается Российская Федерация То другое говорит Что? Всему свое время Я решил, согласно Библии, показать Экклесиаста 3.1 Откуда взяли Кто это подсказал Радиостанции Это было согласовано С правительством И что оно означает? Это означает Оправданы любые пертрубации Какие будут Попы этого не понимают А власть уже дошла до этого То есть церковь далеко-далеко От властей отстает Хотя претендует На руководящую Направляющую роль То есть Момент Компартии занять Этого не получится Народ совершенно не знает Бога Все, ложа упущена Значит, слова я потратил зря Застучать я не смог Низко кланять До свидания Спасибо, Христос Слава, Христос Значит, ты познакомить не захотела Я хочу попутно сказать Тебя ждут скорби Самые большие в семейной жизни Тебе надо было это подготовить И скорби ждут от тебя Независящие даже Но уже заложено все Скорби такие Которых ни у кого Из знакомых твоих не будет Тебя ждут большие скорби Я сегодня на молитве молился Вопрошал Бога Именно в семейной жизни Я тебе конкретно говорю Ты к этой беде идешь Ничего не понимая, не видя А тебе это и не надо А ты пришла Возможно такое Даже сейчас сказал А ты на шаг бы от меня не отошла Пришла А как это можно ли, возможно ли Я сказал, не знаю Ну, полезно было бы ему здесь побыть С нашими ребятами пожить Тоже немножко Никаких Тут же его взяла Ушла куда Пошла фотографироваться На качели Ушел, уехал и все Ты бережешь большие шипы Шипы для себя бережешь Повторяю Шипы В терновник лезешь И тебе оттуда не выбраться И помочь тебе некому Потому что последняя инстанция Ты ко мне приехала Я не говорю Это не означает, что я не знаю Я вижу на ваши Смотрю на ваши лица Для меня много уже не надо Слишком много уже ясно Вот И поэтому я тебя воспринимаю Как твою дочь Близкого человека И поэтому Очень сильно Беспокоюсь Выдержать это ты не сможешь Тебе не выдержать Эти скорби продлятся Ни на день, ни на два До самой смертной доски Ты хорошо слышишь? Тебе это ничего сейчас не верится Потому что Потому что ты плывешь в тумане Ладок Его Ну и все на этом С Богом С Богом Отошел С Богом